То есть, вот смотри, неизвестная двигательная задача, некая пробка, некая ситуация, скорость развития ситуации и, в конце концов, стабилизация. Стабилизация. То есть, конец кинетической штаби. То есть, по сути своей, о каком уровне угрозы безопасности мы, так сказать, ведем сейчас. Посмотрите на линейку. Глядите на линейку. Что это? Вот такая схема. Перевернутая? Не-не-не-не. Я имею в виду, что это? Это вот, в общем-то, схема возможностей вероятной перехода с зеленого на желтый уровень. Админы замедленного действия к спонтанному сценарию. Видите? То есть, это вот этот вот векторный промежуток. Видите, да? Спецмероприятие, оно по-другому развивается. А мы сейчас вот видим, где отдаются деньги. Вот здесь. Видите? Вот тут. То есть, существует некое неизвестное... Сначала возникает... Давайте смотреть, еще раз. Внимательно. Сначала возникает какая-то неизвестная двигательная задача. Если она известная, то есть, мы проходим стадию номер один. То никакого спонтанного сценария, что? Не возникает. Возникает управляемый сценарий. Ну, то есть, образно говоря, подбегает человек, становится вот в такую вот позицию, размахивается кулаком, но никакая-то неизвестная двигательная задача, она многократно известная. То есть, пусть размахивается, ничего страшного. Сейчас потянем за эту руку, загрузим и пойдем. Да, ничего страшного. А вот неизвестная двигательная задача, это вскинутый вот такой прибор, который я не вижу. Вот для меня это сейчас неизвестно. И вот, если бы я понимал время прицеливания, понимал время прицеливания, время, способ как с этим бороться, то у меня бы что, выстрелом не произошло. Выстрел, развитие мгновенной ситуации, я на полу, срок моей жизни мгновенно сужается до нуля, и стабилизация смерти. Все, труп на полу лежит. Вот он, спонтанно развивающийся сценарий, приведший к чему? К умертвлению человеческого существа, то есть тела, да? То есть нарушены биологические функции организма, ударом диапазонной резонансной волны, человек труп. Давайте посмотрим, как этот спонтанный сценарий развивается, что? В какой-то другой ситуации. Ну, мы только что приводили пример, самый банальный. Вот самый простой пример. Этот пример связан с чем? Вот заходят люди и говорят, здравствуйте, мы друзья вашего делового партнера, Марселла Савоса, вы же помните такого делового партнера, да? Помните криминальное чтило, да? Да-да-да-да, да, заходят. А внизу сидят другие друзья тоже вашего делового партнера, обратите внимание на нижнюю кавалькату. Человек вылазит в окно, смотрит, а там оперативные машины, главка МВД стоят. Он говорит, так вот, обратите внимание на вот эти документы, видите? Нравится? И мне тоже нравится. Отлично. Я знаю, что в сейфе у вас сейчас находится там 100 тысяч долларов, да? Вы нам их сейчас отдаете, и мы уходим. И тогда 20 тысяч остается вам. А 80 мы забираем в часть долга, да? Есть другой вариант. Я сейчас снимаю трубку, выхожу из помещения, они заходят. Все равно изымают эти деньги, и все равно в рамках гражданского риска, по возбужденному уголовному делу, все равно у вас их заберут. То есть так у вас останется 20 штук, а так у вас не будет ничего, плюс уголовное дело. Вот он замедлитель, вот он замедлитель здесь. Видите? Дальше что? Либо ситуация начинает стремительно развиваться, либо мы ее заканчиваем на замедлителе. То есть я говорю, нет, вот я такой большой толстый тиран, не дам вам ни копейки, ничего не дам. Отлично. Выходят те, заходят эти, все равно забирают эти деньги, эти деньги как-то теряются в процессе документирования, все равно возвращаются якобы законному владельцу, те остаются без денег, если возбуждены уголовным делом. Стабилизация закончена. Стабилизация закончена. То есть, по сути, свои спонтанные сценарии развиваются вот по такой что? Троеторией. Видите, да? Неизвестная двигательная задача замедлитель развития, скорость развития событий в ситуации и стационар. То есть, приобретение что? Положение равновесия. Почему возникает положение равновесия? Причина банально проста. Заканчивается кинетическая энергия. То есть, у спонтанного сценария это выстрел. Представьте себе всякую пушку, в нее закатано ядро, фитиль, ба! Ядро будет лететь в какое-то расстояние. Потом упадет и в конце концов восстановится. Вот как бы, по сути, свой выстрел из этой пушки выглядит вот так. То есть, в момент, когда фитиль занесен, можно дать денег, чтобы что? Фитиль обысился. Или фитиль подносится и происходит динамика развития самой ситуации. То есть, первый вариант согласно этому календарю выглядит вот таким вот макаром. То есть, на белом уровне, на белом уровне, вот здесь, у нас таких ситуаций, что? Не возникает. Даже если возникает на белом уровне неизвестная двигательная задача, она что? Имеет несколько другую структуру развития. Не вот такую. если мы имеем дело со спецмероприятием, у него у спецмероприятия совсем что? Другая система. И мы как бы на спонтанном сценарии. Здесь деньги возникают вот здесь. Здесь деньги возникают вот здесь. То есть, человек готов заплатить за неразвитие. То есть, динамическое, скоростное ситуация. Хорошо. Теперь белый уровень. У нас только обратная реакция окружающей среды. То есть, человек ни в чем не нужна лица, он, так сказать, скажем так, в безопасности по сути находится. Как выглядит здесь? За что он здесь готов платить? Здесь схема выглядит несколько вообще иначе. изначально мы имеем некую ситуацию. Первым здесь идет ситуация. Она безопасна. Она безопасна абсолютно. Что происходит дальше? Когда она из безопасной превращается в опасную. что здесь должно возникнуть? Здесь возникает некий терминал у человека. Здесь возникает некий терминал. В ситуацию попадает некий шпонка. в безопасную ситуацию подбрасывают некую шпонку в виде человека. И мы видим, что эта ситуация этого человека взводит как курок пистолета. часовой механизм минус замедленного действия взведен. Так вот здесь на белом уровне и на зеленом уровне мы имеем одно и то же положение в общем-то дел. одно и то же положение дело. Смотрите. Существует некое положение вещей и оно с виду безопасно. Так вот белый режим и зеленый чем отличается? Где деньги здесь лежат? думайте. Умники. Где тут деньги? Здесь все понятно. Здесь все понятно. А здесь где деньги лежат? Ведь эти деньги кто-то получает вместо вас сегодня. Где не лежат эти деньги? Вот я вам скус показываю как работать. Сначала мы смотрим на ситуацию один из вариантов подхода. То есть понятно скус объяснить за один день за пол дня невозможно. можно дать принципы которые можно и самый важный принцип это где мы получаем деньги здесь как эксперты. Где мы получаем деньги как эксперты. Вот смотрите. Вот ситуация. Компоненты ситуации не будут меняться вообще. Они будут постоянно идентичны. Но последовательность компонентов будет изменяться. Вот видим период стабилизации. И здесь период стабилизации. И здесь период стабилизации. Видите? Ребята, давайте ситуацию сами распишем. Как она будет развиваться? Потому что деньги будут заплачены только в определенный момент времени. Это очень важно понимать. То есть, вот здесь мы имеем что? Стабильную ситуацию. Вот она. Здесь возникает некая шпонка человек. Где известная двигательная задача возникает. И здесь, и здесь есть человек. Так вот, на белом уровне назначается ответственный за возникновение неизвестных, за решение неизвестных двигательных задач. Вот здесь, это БУ. Белый уровень. То есть, вот здесь может возникнуть неизвестная двигательная задача. Дальше идет что? Робка. Дальше что? Скорость. Вот здесь назначается человек и платится этому человеку за автоматическое разрешение неизвестных двигательных задач. Видите? И экспертам деньги платятся только когда вот здесь уже возник промежуток между неизвестной двигательной задачей и скоростью развития событий. Если вот это лицо не справилось, а времени что? Уже нет. Скорость 0. То есть, тогда мы хватаемся за что? За соломину. Видите? Что происходит? Еще раз. Уровень безопасности. Все нормально. Назначен человек. То есть, я переключаю внимание на что-то что? Другое. Но назначаю человека, который должен отвечать за автоматическое разрешение на белом уровне что? Двигательных задач. И только в том случае, если этот человек что? Не справляется. И вот здесь возникает некий замедлитель, пробка. В этот момент времени, чтобы не начиналась скорость развития событий, то есть скоростной режим, я могу вот тут отдать неким третьим лицам деньги. Но вот здесь денег я не отдам. Только вот в этой пробке. Видите? А вот, когда мы говорим о минах замедленного действия, здесь взвод, он что? Человеческого, вот этого существа, этой безопасности происходит что? Неким что? Некой постановкой неизвестной двигательной задачи. То есть, вот этому лицу, вот этому лицу, кто-то здесь ставит неизвестную двигательную задачу. Она как бы возникает у мины замедленного действия. То есть, вы взвели, и у мина замедленного действия, ее причина существования, это неизвестная двигательная задача для него, не для вас. То есть, образно говоря, все безопасно, все хорошо. Вы в ресторане по роже ударили человека, обидели его, взвели. Но как ответить вам, он не знает. Стало, стало у этого человека неизвестная двигательная задача. Как вам отомстить, образно говоря. В этот момент времени он начинает что? Думать. Как это сделать? И не может придумать. Соответственно, что? Он будет постоянно находиться во внимании, как реализовать эту неизвестную двигательную задачу, потому что в качестве силы его разрушает, этого человека.